видео на тему где можно взять запчасти для стройных принтеров mfc которые 315 525 825 6510 им подобных струйников вот купил я прям недорого за 100 рублей 10 cp значит 195 c что мне от него нужно значит я пас хотел посмотреть во первых такая лежит там точно резинка селектора потому что мне она нужна у меня раздула на 6510 так и какие стоят датчики на картриджи здесь подойдут ли эти датчики другим принтером но понятно что я все проверить не могу то есть но там маркировки нет на самих оптронах да вот этих на них маркировки нет но по крайней мере покажу как они выглядят лично я склоняюсь к мысли что вот датчики из старых мфушек мфушек 10p который вот с такими картриджами сюда доставляется мне кажется здесь датчики возможно подойдут и к другим допустим 315 525 825 59 10 возможно эти датчики то есть не целиком планка сам датчик можно выпаять и запаять к себе но вот этот я купил за 100 рублей я думаю что это как бы вообще прям нормальная цена для даже просто если снять с него резинку вот эту то 100 рублей ты как вообще разумная цена сейчас его раздербаним он уже весь разобранный раскидаю и покажу как что выглядит и возможно она куда-то пригодится разборку я не буду показывать потому что разбирается он точно так же как 315 то есть все в один в один возможно даже сканер подойдет но не знаю как бы внешне все как у 315 так разобрала его в общем вот внешне практически как 315 устроен вполне возможно что допустим вот это энкодерная лента подойдет к 315 до возможно даже блок питания подойдет к 315 потому что она практически все то же самое если вот присмотреться здесь вот даже на печатной плате есть место вот она вот здесь сюда где шлейф вставляется экрана 315 то есть возможно много чего подходит допустим вот меня интересовал этот энкодерный диск да вот этот вот этот мне кажется он на большинство моделей струнников подойдет маркировка лп 147001 и он значит приклеивается к шестерне вот это желтенькая да это как раз клеевая основа и возможно даже можно снять может быть даже можно шестерни снять с вала то есть мне кажется совместимость у 195 и у 315 очень большая насчет печатающей головы не скажу не знаю подойдет она не подойдет будет он с ней работать нет может быть будет может быть нет затрудняюсь ответить так сама парковка мне кажется в один в один как у 315 вот она практически 315 парковка сейчас я как раз буду снимать потому что мне резинку надо снять вот я ее буду снимать но внешне она выглядит как 315 но памперс понятно что 315 так сейчас значит я вытащу вот эти платы датчиков покажу их на видео как они выглядят не факт что они подойдут к 315 или другой модели то есть целиком планка не факт что подойдет но возможно можно сами датчики выпаять и возможно сами датчики подойдут то есть этого исключать нельзя ну а так вот так вот он выглядит вот если взять общий план да вот так вот мне кажется тут очень чего много совпадает с 315 так энкодерную ленту маркировку сейчас попробуем почитать вот маркировка так вот маркировка энкодерной ленты 150 си 12 возможно даже куда ты подойдет еще в другим модели ну понятно дело что трубки допустим да если трубки повреждены подойдут к 315 вот но сейчас я снимаю парковку потому что мне резинка нужно тут ничего не поделаешь так разобрал значит блок картриджей так вот это датчик наличие картриджей ну тут непонятная маркировка какая так вот такая маркировка у него вот на рб где б 57 си 0 0 2 тире 1 0 1 си стоит вот 4 вот таких датчика я думаю что даже если планка сама по каким-то причинам там не подходит ну там или посадку у него друга или еще чего то вот сами вот эти датчики оптические мне кажется вот эти датчики оптические подойдут их можно отсюда выпаять аккуратненько и запаять туда где неисправен так а вот это датчик уровня чернил в картриджах то есть вот так то он выглядит тут тоже маркировка не очень понятно вот она b57 си 0 0 1 тире 1 лк 33 2601 я думаю здесь также даже если целиком планка по допустим не подходит к модели до какой-то то теоретически вот сами вот эти датчики должны подойти маркировки вот на этих датчиках так вот маркировка 212 с одной стороны так с другой стороны другой стороны тут маркировки не видать никакой больше нет никакой больше маркировки вот что-то отсвечивает какие-то цифры тут непонятно что это такое вот 4 вроде им какие-то цифры есть но они не на всех ну то есть если целиком планка не подходит она может подходить не подходить по посадке по каким-то габаритным размерам то сами вот эти датчики я думаю они взаимозаменяемые выглядят они вот так вот так но с этим понятно да с пара с модулем картриджи понятно сейчас добираемся до парковки почти освободил что хотел заметить крепится парковочный узел моим танца вот такими винтами самореза да значит два винта чуть подлиннее 2 чуть покороче вот видно один буквально вот вот верхний на миллиметр длиннее чем 2 так вот два длинных значит один ставится вот сюда вот и отметил сюда и 2 длинный ставится вот сюда оставшиеся три ну а идут покороче то есть вот раз вот тут два и вот тут три вон там третий они чуть короче чтобы было понятно буквально на миллиметр дед вот так вот видно да дед на миллиметр длиньше 2 короче как ладно сейчас и вытаскиваю так вытащил парковочный узел значит проводка вот так вот там уложено таком виде так внизу практически почти чистый мат вот этот парковочный узел это 195 да вот и вращая аккуратненько тут все как новое ну вот видно что чистенько сейчас мы найдем ее маркировку вот маркировку нашел сейчас покажу вот маркировка ну на вид она как 315 вот в один в один с 315 чисто визуально вполне возможно что они даже подходит так что но это вот здесь вот стоит так это такое же 6 так датчики кстати вот датчики можно брать если датчик сломался датчик селектора да или датчик вот этот они одинаковые что вот этот что вот этот датчик парковки одинаково то есть можно и датчики при желании снять по моему он абсолютно одинаковый ну ка сейчас вот этим боком повернем так вот но я визуально отличий не вижу так у этого какой номер такая маркировка это 315 вот сейчас я показываю 315 так а вот это 195 страной вроде бы все точно такой же сейчас ведется вот здесь вот так же это также это также смазка красная ну я визуально пока не могу определить чем они отличаются очень даже похоже что с 315 они абсолютно одинаковые ну и знаю я различий не вижу все одинаково так ладно значит мне с этого нужна резинка поставьте 6510 и возможно запустится ну вроде все показал на этом заканчиваю видео в общем краткий итог с предыдущих моделей которые там 100 и 195 потом еще какая там есть 130 вполне возможно что допустим датчики можно приспособить до перепаять или целиком планку снять резинка селектора так возможно подходит я думаю что подходит кстати вот да сравнить вот это вот это да они абсолютно одинаковы то не абсолютно одинаковы ну то есть вот эта разводка абсолютно одинаково получается датчики можно снять датчик селектора до датчик этот можно снять резинка селектора памперс с 315 одинаковая потом энкодерная лента вполне возможно что подойдет по голове конечно я сомневаюсь что голова подойдет но исключать этого нельзя возможно даже и голова подойдет потому что это же крышка она очень похожа на 315 потом под ней идет ну как разводка чернил скорее всего она тоже 315 подойдет а вот сама голова возможно по посадке она подойдет по размерам но вот вопрос том что электроника совместимы или нет тут конечно вопрос сложнее но потом энкодер вот я уже про него говорил блок питания ну то есть в принципе как бы можно запчасти брать также возможно значит еще ремень подойдет к 315 или 525 к 825 мотор возможно ко многим моделям подойдет так шлейф тоже возможно к 525 подойдет там мотор еще один вот здесь стоит внизу он тоже возможно подойдет вот к нему красные провода вот эти идут к мотору тоже возможно куда-то подойдет хотел показать один момент то есть видно что принтер не сильно бы уж не да но тут этот заполнено но здесь вот все чистое то есть вот он хотел что показать значит я парковку приподнял чтобы она не мешала то есть парковку поднял так и теперь вот буду рукой вращать вот эту шестерню селектора то есть показать как вращается шестерня селектора да когда резинка не раздута вот сейчас это беру вот за 6 или 4 вот этот за венец шестеренчатый вот она свободно вращается вот видно там срабатывает это датчик вот видно на датчик то есть сейчас он и двигает штырьки двигает вот эту шторку но если посмотреть вот сейчас я буду вращать вот шторка пошла вот она села вниз но там штырьки пошли вот шторка села то есть она вращается достаточно свободно сейчас я ее подниму и посмотрим смазана ли она внутри какой-то смазка или нет так аккуратно приподнял я еще не вытащил просто приподнял тут вот все нормально вот никакой смазки пока я не вижу ну как посмотрим какой-то отблеск есть непонятно чего ну что это смазка или не смазка нет похоже все-таки смазка есть то есть вот этот темные пятна вот это вот это не чернила это смазка какая-то вполне возможно что вот такая же вот видно прозрачная к это смазка такая прозрач похоже вот эта смазка здесь тоже есть в общем вытирать я ее не буду так 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 как поступить вот мысль какая можно вытащить отсюда резинку так а можно целиком тут и крышку снять и целиком крышку поменять я вот думаю как лучше поступить в общем смазка тут есть лучше резинку вытащить ее рассмотреть внимательно ладно буду вытаскивать резинку ее посмотреть и возможно поставить обратно и снять вместе с корпусом при вытаскивании резинка сбежала блин под стол и похоже вот я немножко оттер конечно пыли но похоже здесь смазка есть вот если присмотреться видно что в углублениях вот здесь вот какая-то смазка то есть ее все-таки смазать сейчас попробую немножко вот вот это вот смазка так но я вытирать сейчас эту смазку не буду просто я от пыли немножко оттер тут работа как вот и если снимать все-таки эту резинку на расснимать лучше вместе с крышкой чтобы не нарушать вот эту смазочный слой смазку чтобы не нарушать не снимать вместе с крышкой вот так вот выглядит резинка маркировка внутри у нее b114 насколько я вижу да вот b114 и мне кажется она абсолютно идентична с другими резинками так вот этот который вытащил 195 это 315 они абсолютно одинаковые так вот то есть мы их ложим так и тихонько вращаем вот она практически одинаковые то есть это совпадает внешняя разметка теперь смотрим внутреннюю вот их раздвигая внутренние тоже совпадает то есть повернуть допустим вот этим пазом вверх до мусора немножко так вот этим пазом вверх из повернуть она все совпадает то есть да можно использовать но все вставлю вот эту 6510 и буду его запускать ну а этот принтер тихонько под соберу напишу что с него снял ну что снял резинку селектора но и с него еще вот эти детальки может потом еще что-то понадобится установил резинку селектор на 6510 все подошло все прокачивается но хотел бы что заметить если резинку значит снимаем то снимать ее лучше вместе с крышкой и из крышки вот из этой не вытаскивать то есть как она стоит так и снимать снять вот эти шланчики и вместе с крышкой и ставить на другой аппарат потому что после установки все-таки шестерня вращается ту же чем было изначально изначально она вращалась более легко вот поэтому на будущее если меняем резинку то снимаю вместе с крышкой и прям вместе с крышкой не ставим потому что видимо и сама крышка тоже внутри от химии немножко меняется может быть чершавая становится не знаю но вращается заметно туже ну что ж собрал все работает сейчас он немножко еще отмокнет вот здесь вот такой у него но у него там все было как бы это изначально то у него там все диузы были вот допустим да вот тест был 000 но из-за того что раздута резинка в общем я его не мог до ума довести сейчас вот резинку селектора заменил я думаю все будет нормально